Здравствуйте, дорогие друзья! Перед просмотром этого видео рекомендую вам подписаться на канал Йол. Ссылка в описании. Там у нас совы, ящерицы и даже кошечки есть. Напоминаю, ссылочка в описании и в конце будет в рекомендациях выдана. Так что подписывайтесь, не пожалеете. А это видео из разряда рабочие моменты. То есть будут уборки, будут облинивания. Начнем мы видео с пересадки кобры в террариум другой кобре. Вам она очень понравится. Это африканская такая очень крупная кобра, самочка. Довольно-таки злая, я ее на самом деле очень боюсь. Одна из немногих змей, которой на самом деле я опасаюсь серьезно. Поэтому без перчаток не обойдусь. Так что здесь где-то вторая перчатка валяется. Сейчас уже 8 утра. Такая вот кнопочка непростая выдавалась в плане работы. С бережками вот так. Надо с помощью присоски открыть. Вот уже злится. Так. Ну, надеюсь, в любом случае, раз вы это видео видите, значит, я жив. Если нет, то вряд ли Катя его закрутит на канал. Так что вы можете уже не беспокоиться, все закончилось хорошо, раз вы видите. Эта змея крайне суровая. Но даже внешне видно, что не шутливый окрас. И размеры, конечно. Вы только посмотрите. Это не тот вид, который любит сильно раскрывать капюшон, как королевская кобра или как очковая кобра. Этот вид просто берет и лупит по рукам и пытается вас убить. Здесь все проще. Без всякой демонстрации силы. Вот. А, вот и нестандартная ситуация. Теперь второй этап. Пересаживаем эту змею в другой террариум. Извиняюсь за шум. Какая здоровенная. Смотрите только. Сейчас она уже успокоилась. Пока была. Пока была в этом баке. Просто зацените эти размеры. Это просто нечто. Так, заползай. Все нормально, не стесняйся. Когда что-то закончишь с этой. Лучше. Класса. Рабочий момент с бриллиантовым питоном Кстати, скоро Весь этот сетеваж Я уберу Полностью, который вы сейчас видите Очень быстрая линька Ну как-то заактивничал Скоростное облинивание Все вам покажу Здесь вместо этой всей металлической стойки Будет несколько очень больших террариумов Под полосатых варанов Помните, тех черно-белых, которых я давно не показывал Я их хочу сюда пересадить, в эту комнату И будет о них проще рассказывать И им с вами будет проще И, конечно, основная цель добиться их разведения Конечно, будет более реальной Надеюсь, вместе с вами Все это реализуем И прямо вот Из видео в видео будем вам Вам об этом процессе рассказывать Ну, может быть, спустя два года примерно все получится У меня, кстати, рост 168 К слову И вот линька Ну, напоминаю, да, линька может быть, конечно, гораздо длиннее, чем сам питон Но там, по-моему, на процентов 30 Питон, конечно, немаленький уже Ну, может быть, вытягивается Такая пластичная Ну, и, соответственно, сами эти змеи Тоже сядут в более такие просторные банки Так что Вечный этот процесс А вот этот стеллаж вместе со всем террариумом Я отдаю коллеге Слава богу, в понедельник Согласилась забрать все это Вот вам, смотрите, какая оригинальная игрушка для котиков Ну, конечно, такая шкурка вряд ли будет кому-то хорошим сувениром Это всего лишь питон Нет, питон-то редкий, крутой, все это Но не легендарная змея Типа там мабы, тайпаны, кобры Малу кого впечатлит сувенирчик Там, представляешь, это же бриллианты австралийский питон Ну, да Но это очень редкая змея Ну, да Давай лучше мабу Смотрите, какой толстый котейка Покажи котейку Как показывает кунов на выставке Вот так Нет, ближе к камере надо Смотрите, какой Сколько ему 7 месяцев, котенок Котенок мой, мой котенок Штанишки его покажи Смотри, какие у него штанишки шикарные Может, мухмост поднял, так не видно Штанишки Издеваемся над котиками Ну, это наш котик, мы можем над ним издеваться Мы его купили для того, чтобы над ним издеваться Нет, только чтобы любить Такое волосатое чудо Это я ему сейчас объясняю, чтобы он тут права не качал Терпи Мы очень любим Он нас любит Тут у нас маленький грязный сальватор Ну что, отмочили чешуйку Теперь можно обратно в тарариум Кошачий туалет Да-да-да, уже можно обратно идти Я недолго буду держать этот бак Он тяжелый Сложно довольно-таки Давай-давай, лезь Ну Не тяни Как тебя там зовут, я не знаю Я не помню Напомните, как мы назвали в итоге этого варана Это крупная самка Полосатого варана Варана сальватор Так, теперь наш клиент Драгоценный кубинский удав И заодно поговорим о побегах змей Опять немножечко Так А тут уже про постановки заговорили К сожалению, нет постановки Или, к счастью Да Я не из тех, кто занимается такой херней Постановки Это не для меня И точно не для Кати Точнее, точно не для меня И точно не для Кати То есть это не наша тема Просто зашло видео Где мы специально выпустили питона Брэдли И мы сделали несколько продолжений Раньше мы не показывали простые побеги змей Которые случаются во время Во время уборок То есть если сейчас, допустим, этот кубинский удар Куда-то побежит и где-то закрячет Это будет побег Раньше такие моменты не показывали Вот А потом несколько раз показали Так что Не бойтесь Ничего Убурить вас никто не собирается Если будет действительно постановка Мы об этом сообщаем Как это было с Петоном Брэдли Еще там было разоблачение Насчет укуса Брэдрэйчис шлегеля Человек написал, что Неправда От него должны быть другие последствия Ибо в передаче Какой-то о животных Я не помню, какой Укус был сильнее Потому что там укусил Ботропс Куда-то в ногу Я, к сожалению, эту передачу не смотрел Но точно знаю, что Ботропс и Брэйчис Это разные рода змей Бтрэйчис действительно в большинстве своем Слабые ядовитые змеи И от них Ну, если умирали, то единицы А Ботропс это та змея Которая убивает людей регулярно В Центральной Америке И Южной Америке Так что Разберитесь немножечко в систематике Ну и опять же, да Что касается ошибок То в плане террористической гипотологии Скорее всего Уж точно среди подписчиков на Ютюбе Не тот не сможет найти косяки Так что даже не пытайтесь Какое у меня фактическое мышление Это хорошо Пытайтесь Заодно будет какой-нибудь такой вот Типа диалог Я с радостью отвечу Что касается других тем То запросто Косячу только так Я уж думаю насчет этого кубинского удава Уникального Передать его другим хозяям Чтоб попробовать его Шумно, наверное Чтоб попробовать садить его С другими самками И хоть как-то получить от него что-то Никакого эгоизма тут нет То есть На самом деле очень хочется Чтоб наконец-то Измелять его малыши Не с моими самками Так с чем-нибудь другими За парные деньги В плане зверюшек Получились такие перерывы На Бобкэф ТВ И на частную экзотариум Не характерны для наших каналов Как вы помните Уникальность его заключается в том Что это единственный Наристник способ Кубинского удава С белым брюхом И черным верхом Как я уже говорил Что потомства от него так и не дождался И скорее всего не дождусь Бывает так Не состыковался с моими парами С моими самками Надо пробовать дальше И уже с другими Так, давайте посмотрим Что там с мелкими брэдли Которые недавно вымутались Вот, а брэдли Как видите Полиняли То есть уже Можно будет их скоро Начать кормить на днях И окрас у них сменился Как видите Они стали рыженькими После линьки Те, кто полиняли Стали рыженькими Вот их мелкие Линьки Миниатюрные Вот как их тут много Как много То есть почти все полиняли Скорее всего Сейчас покажу малыша поближе Это один из контейнеров Всего их три Вот И некоторую часть деток Уже коллеги взяли У которых есть опыт содержания змей До первой линьки Они более чем уверены Что справятся с первым кормлением Поэтому Я тоже в этом уверен Любителям, конечно, новичкам До первого кормления Брать таких питомов Не стоит вообще змей Не стоит брать до первого кормления Так что Дождемся А там уже Выставлен на продажу Таким образом Чтобы можно было брать Их спокойно уже В любой день Так сказать Ну из-за исключения Тех дней Когда случилось То самое кормление Как видите Такие красивенькие Пока еще сложно сказать Пошли в папу или в маму Потому что Каемки как таковой черной нет Но Может она появится Может и не появится Можно даже посмотреть Кто по полу Этот малыш Здесь никаких проблем не будет У Брэдли очень легко Определяется пол Сейчас это Скорее всего мальчик Да Видите Даже по толщине хвоста Было видно Что вот Два геймпениса Парные Вот они вылезают Один из них будет работать Второй дыхать Либо наоборот То есть сюда Удобно Когда столь важный орган Имеет запаску Согласитесь Немаловажно Особенно когда Ты ползаешь на брюхе Вот этот Спасибо большое за внимание Не забывайте Ставить пальцы вверх Подписывайтесь Пока мы живы В дальнейшем Будут различные видосы Про вскрытие Познавательные Еще какие-нибудь Планирую Там рассказать Опять Сделать видео Которого давно не было О конкретных видах Может быть Наконец-то доберемся До анакон Будем их взвешивать Ну и Будет много новостей На канале Бобкат ТВ Если не подписаны Подписывайтесь Там на самом деле Не только Обнимашки Полоскушки С кошками Но и Есть много Полезной Интересной Ну Вряд ли полезной Но уж Очень интересной Информации Так что Подписывайтесь И на Рыси Пока-пока Продолжение следует...